Не проработал и месяц и горный салон в набережных Челнах. Незаконные заведения обнаружили и прекратили его работу сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Подозреваемые два жителя Автограда на этом вероятнее всего ничего и не заработали, вложений было больше. Но уголовную ответственность понести им все равно придется. Альбина Манибаева с подробностями. Хоть информационное объявление на экране мониторы и утверждает, что к игорному бизнесу все это отношение не имеет, лотереей не является и все вполне законно, оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями уверены в обратном. Все это сделано специально для азартных игр, только деньги клиенты платили кассиру, а не кидали в игорный автомат. Вот и вся разница. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий незаконная игорная деятельность была ликвидирована. Сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято пять системных блоков, пять мониторов, сотовые телефоны и денежные средства. Также тетради с записями. Двое мужчин, одному 35 лет, другому 46, вину свою признали и рассказали. В начале февраля арендовали помещение на проспекте Сиюмбике в Автограде, установили оборудование, пять компьютеров и стали нести игру в массы небесплатно. В ходе грампно-спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, призвоправная деятельность подозреваемых была пресчена 6 марта. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Торстан в отношении них изображено уголовное дело по статье незаконной организации и проведении азартных игр. Дожидаться суда подозреваемые будут под домашним арестом. Альбина Минебаева, Вызов 112.